Всем привет, с Рождеством! Сегодня я покажу вам документ, который предоставляю зрителям канала совершенно бесплатно. Это очень интересный документ, я даже потерял счет времени, когда его изучал. В этом документе описан процесс фундаментального анализа криптовалют, а также правил торговли от DaVinci. Ссылки на оригинальный видеоролик и сам документ будут в описании под видео. Русский перевод документа я сделаю и опубликую в своем телеграм-канале, ссылка на который тоже будет в описании под видео. Сейчас я хочу взглянуть на этот документ поближе и выделить самые основные моменты. Кстати, если вам нравится такой контент, почему бы не поставить лайк и не подписаться на канал? Криптовалюта снова становится интересной людям, судя по статистике. А это о чем-то да и говорит. Поехали. Я уверен, если вы связаны с криптовалютой, хотя бы раз в жизни вы посещали CoinMarketCap, ну или TradingView. Смотря на курсы криптовалют, вы наверняка говорили себе, блин, как же было бы классно инвестировать в правильный проект, чтобы во время бычего рынка приумножить свои инвестиции. Если честно, я предпочитаю быть инвестором, а не трейдером. Поэтому какая-нибудь рейтинговая система криптовалют очень бы мне помогла, чтобы выбрать следующую цель для инвестиций. Ведь трейдинг – это поле боя не для каждого воина. Давайте посмотрим на этот список и попробуем ответить на вопрос. Что проще – торговать или инвестировать? Фундаментальный анализ и торговля альткоинами. Этот документ поможет в оценке каждого альткоина. По DaVinci существует два метода оценить криптовалюту. Первый метод – это субъективное разделение альткоинов по категориям. Второй метод – это система распределения баллов. Этот метод, кстати, менее субъективен. Тем не менее, его я базирую на своем тезисе, что централизованная система всегда может и будет находиться под властью влиятельных людей. Исходя из этого, стейблкоины не будут включены в этот список. А любая криптовалюта с ограничением на количество пользователей нот, подключающихся к сети, осуществляющих платежи и выполняющих другие задачи, не может считаться жизнеспособной на долгосрочной перспективе. Короче, ребята, давайте сразу перейдем к категориям криптовалют, которые предлагает DaVinci. Первая категория монет. Криптовалюта должна быть в топ-25 по рыночной капитализации. При этом нужно исключить из этого списка стейблкоины. Криптовалюта не должна быть централизованной. Это значит, что не должно быть никаких ограничений на количество нот. Либо же количество нот должно увеличиваться со временем или по мере использования. Также у такого проекта должна быть сильная маркетинговая стратегия и продвижение. С некоторыми пунктами я соглашусь. Но я бы хотел попробовать найти хорошую монету на CoinMarketCap, основываясь на этом описании. Сразу можно EOS отмести. А Bitcoin Cash подпадает под эту категорию. Если подумать, а насколько инновационный Bitcoin Cash? Это просто хардфорк биткоина? Если сравнить его с EOS, можно задуматься, что-то в этой категории не так. Ну да ладно, идем дальше. Вторая категория монет. Эти криптовалюты на подъеме и развиваются. У них сильная поддержка сообщества и разработчиков. Но есть проблемы в других сферах. Проект интересный и отличается от биткоина достаточно, чтобы жить самостоятельно. Эти монеты должны торговаться хотя бы на пяти разных биржах и иметь собственные рабочие кошельки. Поспорить не с чем. Третья категория монет. Эти криптовалюты могут иметь сообщество разработчиков, даже если в данный момент они ничего не делают и не имеют дорожной карты. Это альткоины, которые упали ниже 10 миллионов долларов по рыночной капитализации, но при этом торгуются как минимум на трех биржах. Если честно, даже не знаю где найти такие монеты, потому что меня такие проекты вообще не привлекают. Конечно, вам может повезти. Вы найдете именно такую монетку из третьей категории, которая даст 100 иксов в будущем. Но риск потерять все свои вложения по сравнению с риском что-то заработать запредельный. И даже несмотря на то, что это заработать может потенциально оказаться сотней иксов, я все равно не хочу связываться с такими проектами. Это мое мнение. Четвертая категория монет. Это мертвые, убитые или умирающие монеты без сообщества разработчиков, с маленькой поддержкой общества и без каких-либо значительных изменений в коде на протяжении года. Также в эту категорию можно записывать монеты с рыночной капитализацией до 1 миллиона долларов. Шансы разворота невелики. Однако, если монета торгуется более чем на одной бирже, памперы и дамперы могут попытаться разогнать эту монету. И тогда появляется возможность получить прибыль. Кстати, насчет пампов и дампов. Вот так встретила Новый год монетка Paragon Coin. 31 декабря она стоила около 1 цента. А уже 1 января торговалась на уровне 2 долларов за монету. На этой отметке ее рыночная капитализация составляла 500 миллионов долларов. Но по сути она ничего из себя не представляет. Собственно, это пример четвертой категории монет. Итак, ребята, мне очень понравилась идея DaVinci охарактеризовать криптовалюты по категориям. Метрика, которую он использует, тоже достаточно интересна. Но судя по такой характеристике криптовалют, EOS оказывается хуже биткоин кэша. А с этим я категорически не согласен. Но я думаю, что это мое субъективное мнение, поэтому только вам решать, как вам думать. Дальше в документе появляется больше конкретики. Каким образом по метрике DaVinci криптовалюты получают баллы в рейтинге? Соответственно, максимально возможный балл это плюс 7, а минимальный минус 7. Итак, за что альткоины получают плюс 1 балл? Давай перечислим по-быстрому. Меньше чем 25 миллионов монет. Находится в топ 25 по рыночной капитализации, исключая стейблкоины. Новые функции добавлены на протяжении последних 6 месяцев. История торгов видна с марта 2015 года. Торгуется на 5 биржах или больше. Рабочее приложение на Windows, Mac, Ubuntu, Linux. И последняя дорожная карта с приблизительными датами или бизнес-план. За выполнение этих пунктов криптовалюта получает плюс 1 балл. Теперь, из-за чего альткоины теряют 1 балл? Торгуются на одной бирже. Более 249 миллионов монет. Рыночная капитализация ниже 2 миллионов долларов. Нет разработчиков на bitcoin.org, github или других местах. Последние изменения полгода и даже больше назад. Если загуглить название монеты и скам, то на первых двух страницах будет 7 или более результатов. Монета с торговой историей в 1 год или больше. И торгуется она на максимально низком уровне за всю свою историю. Ограничение количества людей, которые могут запускать ноды для поддержки сети. Короче, ребята, вот такая рейтинговая система для оценки альткоинов от DaVinci. Мне кажется, это очень годно. Лично я этим попробую пользоваться. Собственно, далее следуют правила торговли от DaVinci. О них он рассказывает еще больше в своем видеоролике. Но мне кажется, эта тема достойна отдельного выпуска. Поэтому подписывайтесь на канал, чтобы их не пропустить. Ставьте лайки, если вам нравится такой контент. Делитесь видео с друзьями. И спасибо большое за эту безумную поддержку. Меня зовут Ди. Богатейте. И скоро увидимся. А, кстати, с праздничком. Субтитры сделал DimaTorzok